Врач, адвокат, дворник, водитель грузовика, инженер полиции. Первым делом участники выбирают карточки, где указана их профессия, доходы, расходы и цель игры. Добиться того, чтобы ваш пассивный доход превысил общую сумму расходов. Суть игры заключается в достижении финансовой независимости за счёт правильного управления небольшим количеством личных финансов. Посостязаться в разумном управлении деньгами за столом собрались предприниматели города. Для меня денежный поток – это мини-тренинг, игра, которая отражает настоящую нашу жизнь, то есть все наши доходы, расходы и показывает нам, как мы можем выбраться из текущих наших финансовых привычек. То есть можно потренироваться именно в игре, чтобы потом в жизни всё это применять. Игра очень понятная, очень близкая, здесь всё понятно, могут рождаться дети, могут появляться внезапные поломки. Поначалу участники знакомились с правилами, играли осторожно. Однако уже спустя полчаса за столом разгорались нешуточные споры о приобретении акций. Игру многие считают полезной, а научат грамотно распоряжаться активами, отличать их от зарплаты, понимать, что такое инвестирование и пробовать делать первые вклады. От монополии её отличает то, что игра максимально приземлена к жизни и её повседневным тратам. В игре есть два круга. Первый – это крысиная бега, это когда ты работаешь от зарплаты до зарплаты. И тебе хватает там денег немножко отложить, чтобы что-то там купить. То есть тут как бы мало. А потом уже, когда ты выходишь на второй круг, когда твой балансовый отчёт, то есть твой доход будет превышать твой расход. Там даже немного, то есть ты уже выходишь на другой уровень, и ты уже покупаешь здесь большие, вкладываешь большие инвестиции, там можешь купить себе предприятие. Проводить такие встречи с предпринимателями в ЦПП планируют на постоянной основе. Игры будут проходить по предварительной записи. Дополнительную информацию можно узнать по телефону 992-63. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.